Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение на такую интересную конференцию. Сегодня мы поговорим о хроническом болевом синдроме у пациентов с опухолью головы и шеи. Синим цветом показаны те причины, которые являются причинами болей при ротоглотке. Особенно и оранжевым цветом выделено то, что является уже последствием этого. Но если это просто просуммировать, то, конечно, это большое значение являются медиаторы, которые вырабатывают раковые клетки опухоли в ротовой полости. Особенно отсутствие ранней палеоативной помощи. Затем особенная иннервация, такая плотная иннервация тройничного нерва. И, конечно, это одно из немаловажных нарушений функции полости рта. Затем это боль, которая возникает на фоне проведения химиотерапии и лучевой терапии. Сюда же можно отнести, конечно, тревожность и депрессия у данных пациентов, что, конечно, очень сильно влияет на качество жизни. Но вот этих тягостных симптомов, которые возникают у данной группы пациентов, это боль, мы уже говорили, это, конечно, дисфагия, обструкция дыхательных путей. Поэтому лечение этих пациентов достаточно сложное. Это один из самых сложных, в общем-то, контингентов больных. Ну, также вот сухости, например, слизистой оболочки, что требует своего, это целый клубок проблем. Но мы сейчас не будем говорить о сложности такой иннервации этого. Но могу только сказать, что очень большое, но цептивное, конечно, поле здесь. Ну, когда приступаем к лечению хронического болевого синдрома при такой локализации, то, конечно, нужно помнить о том, что нужно выявить три патогенетических варианта боли. Это соматические, нейропатические и дисфункциональные. Это одно из самых главных вещей. Затем нужно принять, что пациент является экспертом, что достаточно сложно вот в этой ситуации, потому что здесь пациенты, как правило, трудно общаются с пациентом. То есть, но тем не менее, он должен написать, он должен как-то поговорить с вами. И, конечно, нужно придерживаться принципа СССР, то есть слушать, смотреть, соотнести и решить. По параметрам можно определить, как острую боль, хроническую боль. И у онкологических больных только вот у них можно говорить о прорывной боли. Но они, мы скажем, немножко позже, но тем не менее, она у них существует. Еще, знаете, есть такое понятие о тотальной боли. Что такое тотальная боль? Это когда у пациента существует масса нерешенных социальных проблем, эмоционально они очень сильно взвинчены. Это духовная какая-то боль, это невозможность общаться с людьми. И, конечно, начиная врачевать таких пациентов, мы должны совершенно четко понимать, связан ли этот болевой синдром еще с тем, что нет ли продолжения роста опухоли, нет ли костных метастазов, то есть для того, чтобы подключить бисфосфонаты сюда, нет ли компрессии и прорастания периферической нервной системы, что требует подключения нестероидных, нет ли поражения слизистых, токмаказиды, некрозы и прочей ротовой полости. Нет ли, например, этот болевой синдром связан с проводимой терапией, то есть она появилась или усилилась на фоне химиотерапии, лучевой терапии, то есть не появился ли нейропатический компонент, не связана ли боль с пареопластическими процессами. Поэтому здесь, конечно, будут требовать не наши стандартные противоболевые препараты, а какие-то одевантные препараты. И боль при раке, при именно этой локализации всегда будет иметь место депрессии, всегда будет иметь место болевое поведение, и 99,9% будет нарушение сна. Часто развивается раковая интоксикация, и, конечно, обращать нужно на муказид, дисфагию и нарушение дыхания. Поэтому, конечно, такие пациенты требуют мультидисциплинарного подхода. А что такое боль? Это, конечно, субъективный опыт, который обладает только тот, кто страдает от боли. Поэтому здесь не только есть сенсорный компонент, но и эмоциональный, и поведенческий. Вот проводя лечение, то есть альголог, занимаясь терапией боли у таких пациентов, конечно, нужно производить тщательную оценку интенсивности боли в динамике, оценка поведения, оценка коморбидности, то есть его тревожности, его депрессии, определение стяжести муказида, определение степени тяжести дисфагии и оценка нарушения дыхания вот здесь, непосредственно в кабинете у врача-альголога. Естественно, нужно пользоваться классификацией муказида полости рта, которую предлагает нам Всемирная организация здравоохранения. То есть от отсутствия муказида до самых тяжелых симптомов, которые приходят водить, которые уже нужно прибегать к введению зонда для питания. Обязательно учитывается степень муказида. И в каждой степени даются какие-то определенные рекомендации. Это очень важно, потому что, знаете, вот альгологи, они иногда не обращают на это внимание. То есть так легко, где-то опухоль, мы не будем с муказидом лечить. Однако это одна из основных вообще задач, которые нужно решить при лечении боли. То есть муказид один из первых. Поэтому применяем сразу, приучаем пациента в зависимости от стадии муказида. То есть это гигиена полости рта, это полоскание. Хоргексидином сейчас мы практически стараемся не пользоваться, не рекомендовать, потому что вызывает сухость. Затем, то есть с ледокаином вот эти полоскания все. И по мере того присоединения вот этой инфекции, то есть вводим противогрибковые препараты, антибактериальные препараты, и, конечно, питание. То есть если пациент не может есть, то есть прибегаем к уже зондовому питанию, вплоть до наложения гастростома. Значит, облегчение боли. Боль, которая связана с глотанием, нужно помнить о том, что опиоиды не убирают. То есть они плохо убирают вот этот вид боли. Поэтому вот одно из основных, это, конечно, локальное лечение мукозита. Значит, обязательно обращать внимание на то, что питается ли, нужно, нуждается ли данный пациент в зондовом питании, нуждается вплоть до госпитализации, до наложения гастростома у этих пациентов. Это очень немаловажный момент. И когда мы подходим к стратегии выбора терапии, то есть эта методика, она известная, она рекомендуется нашими клиническими рекомендациями Российской Федерации и, в общем-то, зарубежные тоже. То есть их пять всего через рот, по часам, по восходящим индивидуальным сниманиям к деталям. То есть, знаете, это тот самый контингент пациентов, который как никогда требует особого внимания к деталям. Потому что если мы назначаем какие-то трансдермальные формы, потому что иногда через рот это невозможно, нужно учитывать питательный статус этого пациента. Поэтому вот этот контингент требует как никогда вот внимания к деталям и индивидуального подхода. Не существует какой-то определенной таблетки, которая может купировать болевой синдром у таких пациентов. Поэтому, конечно, вот нужно учитывать и составлять такую гамму препаратов, которые будут влиять на все этапы передачи болевого импульса, трансдокции, трансмиссии, модуляции, перцепции. Вот что говорить о наших нестероидных противовоспалительных препаратах. Значит, они работают только на соматогенный компонент, то есть на одноцептивный. Нужно обязательно использовать только короткие курсы. У нас, к сожалению, иногда все это нарушается, пользуется годами. Поэтому вот абсолютными противопоказаниями являются и ЭБС, и инфаркт миокардовая анамнеза, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки. Поэтому мы, занимаясь лечением одной локализации, можем приступать еще к лечению и вот таких осложнений. Поэтому, конечно, нестероидные противовоспалительные препараты это не такие уж простые легкие противоболевые препараты, как принято у нас в России. Поэтому применяются они при лечении. То есть четко можно понимать, что да, мы их применяем при лечении слабой и умеренной боли. Значит, и выбор препарата осуществляется в соответствии с последующей целью, то есть просвалительной, аналогетической и наличии, отсутствия у пациента патологии. Обязательно проводим профилактику повреждений слизистой желудка. Что касаемо наркотических аналогетиков, то есть эффекты наркотических аналогетиков, это, конечно, волеутоляющие, седативные, снотворные. Вот все, что ниже, вы видите, это, конечно, все является осложнением. Вот поэтому и достаточно нужно тщательно, тонко и тетруя подходить к применению наркотических аналогетиков. Что касаемо тромодола. Значит, применяется при средней интенсивности боли. И он возможно назначать, возможно, когда появляется нейропатический компонент. Вот у данной категории пациентов нейропатия возникает как никогда часто, потому что все близко очень находятся. Ноцецепторы, волокна нервные очень близко располагаются. Мало того, опухоль, все это очень близко находится. Поэтому в возникновении нейропатии нужно как можно тщательно проводить анамнез и понимать, не возникло ли он. Так вот, при тромодол, в общем-то, препарат, когда применяется так же, когда есть вот этот нейропатический компонент. Этот препарат не является наркотиком. Это про лекарства. Значит, нужно четко понимать, что если тромодол неэффективен, нужно помнить о том, что цитохром 2D6, вот они с ним работают в связке. То есть, если он в порядке и нет никаких изменений с цитохромом, то тогда препарат будет работать. Он превращается в лекарство и начинает быть активным. Поэтому достаточно много, около 20%, то есть, если какие-то мутации вот этого гена, то тогда тромодол будет очень плохо работать. Нужно отдать должное этому препарату очень высокая биодоступность при любых путях ведения. То есть, его нужно вводить внутривенно, таблетировано. И достаточно эффективен он про нейропатическом компоненте боли. Морфин. Значит, это стандарт, который применяется при ноцептивном виде боли. И что еще хочу сказать про него. То есть, вот у нас, слава богу, сейчас появился морфин в каплях, что дает возможность вводить, например, в зонт, если пациент не питается. Значит, трансдермальная форма с фентанилом. Значит, тоже неплохая форма, но при этом нужно помнить, назначая этот препарат, оценить питательный статус пациента. Потому что это жирорастворимый препарат, и будет он работать только в зоне, где есть жировая прослойка. Значит, еще нужно помнить, что этот препарат, значит, 72 часа работает. 72 часа работает, но будет он сасываться 24 часа, и только достигнет 50% своей концентрации. И только через 8 часов уже будет 80% концентрация. Об этом нужно помнить, вот, и тщательно подходить к этому препарату. Значит, когда назначается трансдермальная форма, пролонгированная форма наркотических аналогетиков, можно использовать только тогда, когда мы очень последовательно тетруем наркотические аналогетики короткого действия. И, поняв, какая концентрация должна быть, какой процент должен работать вот этого препарата, только тогда переходим на трансдермальные или препараты пролонгированного действия. Значит, сейчас на рынке появился новый препарат Эпентадол, хотя он уже работает более трех лет. Нам очень нравится этот препарат, новый аналогетик. Значит, он комбинированный, агонист опиоидных рецепторов, ингибитор обратного захвата норадреналина, что дает возможность вот при возникновении нейропатического компонента очень активно его использовать. Он имеет две формы. Первая – это пролонгированная форма и короткого действия. Поэтому разность в том, что пролонгированное 12 часов, короткое действие, каждые 4-6 часов можно назначать. Причины недостаточного эффекта опиоидов. Была поздно назначена предшествующая терапия, формирование нейропатического компонента, когда не был выявлен он вовремя, и отсутствие полноценной одевантной терапии. Значит, прорывная боль. Что такое прорывная боль? Это боль, которая возникает неожиданно у пациентов на фоне подобранной, подбираемой и уже получаемой наркотической аналогетики. То есть вот у пациентов с другой локализацией, они возникают, как правило, 3-4 раза в сутки. Ничем они не обусловлены, поэтому нужно провести анализ, или мы увеличиваем концентрацию, дозировку наркотического аналогетика, или назначаем какие-то короткого действия препараты на эти прорывные боли. Что касаемо пациентов с такой локализацией, ротоглотка, например, знаете, очень трудно здесь прорывная боль практически всегда, потому что всегда идет нагрузка, когда пациент жует, пьет воду. Поэтому что в этой ситуации возникает? Пациент не хочет пить, не хочет есть, худеет, поэтому, знаете, как клубок, все одно за другим. Поэтому здесь, конечно, тщательный подбор, тщательный анализ вот этих прорывных болей и такое вот возякание с этими пациентами. Значит, коррекция вот таких прорывных болей, конечно, проводится наркотическими аналогетиками также. Значит, иногда можно видеть, что используют бензодиазепины, которые, ну, в виде аналогетика. Ни в коем случае для усиления обезболивания они не применяются так же, как и нейролептики. Они не обладают никакими аналогетическими свойствами. Адивантотерапия. То есть есть широкого спектра, есть при лечении нейропатического боли, нейропатического компонента применяемые. Вот антидепрессанты. Значит, при лечении боли мы используем антидепрессанты, как правило, это трициклические антидепрессанты. Значит, ну, к ним относятся, например, амитрипсилин. Почему? Потому что он активизирует антиноцептивную систему, то есть у него увеличивается концентрация норадреналина, серотонина, то есть обратный захват норадреналина и серотонина. И они назначаются в очень маленьких дозировках, очень медленно тетруются. То есть в этом особенность применения антидепрессантов для лечения нейропатического компонента боли. К ним относятся также кортикостероиды. Значит, у них хороший аналогетический эффект, противородный эффект, коррекция усталости и местное действие. То есть они могут применяться местом. Габапентеноиды очень активно используются при нейропатическом компоненте, что очень часто бывает при этой локализации. Значит, они используются как опиоид сберегающие, как самостоятельные препараты и предотвращают центральную сенситизацию, гиперлогезию, аллодинию. И еще один из свойств – предотвращение толерантности к наркотическим аналогетикам, что тоже немаловажно. Местное лечение, значит, вот мукозидов – это, конечно, гигиена полости рта, зубной нити, полоскание рта. После каждого приема хлоргексидин, я уже говорила, мы не рекомендуем. Полифармин используется, значит, вот за три дня до начала высокодозной химиотерапии. Можно использовать криотерапию, лазерная терапия. И препарат бензинамина, то есть Тантумверда, известный у нас нестероидный противовоспалительный препарат для полоскания рта. Также дополнительными средствами можно нанести 0,5% дексипетином. Значит, очень эффективен при лечении мукозидов всех. И также препарат Ампелаксонокс, который является противоаллергическим препаратом, то есть он очень хорош при лечении атрофических заболеваний. И хороша тоже паста при местном лечении мукозидов. Лечение мукозидов – обязательная составляющая при осмотре и при выявлении степени мукозидов, особенно в динамике. Если используется таргетная терапия, в этой ситуации при наличии мукозидов мы используем дексаметазон и вот эту группу препаратов. Что еще хочу, вот заканчивая выступление, хочу сказать, что на приеме у альголога, то есть вот вы видите 14 пунктов, то есть это то, что должен сделать альголог, находясь и обследуя пациента с хроническим болевым синдромом. Так вот, эти больные, этот прием укладывается практически в полтора часа, иногда и на это не хватает времени. Так вот, эти пациенты с такой локализацией, конечно, достаточно сложные, и порой около двух часов приходится работать с этим пациентом для того, чтобы понять, выявить все его жалобы, все его составляющие, все патогенетические составляющие, его нутритивный статус. Поэтому вот очень объемная и сложная работа с такими пациентами. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...